Владимир Набоков Отчаяние Посвящаю моей жене Читает Михаил Лукашев Глава первая Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью, так примерно я полагал начать свою повесть. Далее я обратил бы внимание читателя на то, что не будь во мне этой силы, способности и прочего, я бы не только отказался от описывания недавних событий, но и вообще нечего было бы описывать. Ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Лишь дару проникать в измышления жизни, врожденной склонности к непрерывному творчеству, я обязан тем, тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое с поэтом, с артистом. Но, как говаривал мой бедный левша, философия — выдумка богачей. Долой! Я, кажется, попросту не знаю, с чего начать. Смешон пожилой человек, который бегом, с прыгающими щеками, с решительным топотом догнал последний автобус, но боится вскочить на ходу, и, виновата улыбаясь, еще труся по инерции, отстает. Неужто не смею вскочить? Он воет, он ускоряет ход. Он сейчас уйдет за угол, непоправимо. Могучий автобус моего рассказа. Образ довольно громоздкий. Я все еще бегу. Покойный отец мой был ревельский немец, по образованию агроном. Покойная мать — чисто русская, старинного княжеского рода. Да, в жаркие летние дни она бывала в сиреневых шелках, тонная, с веером в руке, полулежала в качалке, обмахиваясь, кушала шоколад и наливались сенокосным ветром лиловые паруса спущенных штор. Во время войны меня, немецкого подданного, интернировали. Я только что поступил в Петербургский университет. Пришлось все бросить. С конца 14-го до середины 19-го года я прочел 1018 книг. Вел счет. Проездом в Германию я на три месяца застрял в Москве. И там женился. С 20-го года проживал в Берлине. 9-го мая 30-го года, уже перевалив лично за 35, маленькое отступление. Насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина, простая грубая женщина в грязной коцовейке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную историю с веером, но я нарочно оставляю ее как образец одной из главных моих черт — легкой, вдохновенной лживости. «Итак, — говорю я, — 9-го мая 30-го года я был по делу в Праге. Дело было шоколадное. Шоколад — хорошая вещь. Есть барышни, которые любят только горький сорт. Надменные лакомки. Не понимаю, зачем беру такой тон. У меня руки дрожат. Мне хочется заорать или разбить что-нибудь, грохнуть чем-нибудь об пол. В таком настроении невозможно вести плавное повествование. У меня сердце чешется. Ужасные ощущения. Надо успокоиться. Надо взять себя в руки. Так нельзя. Спокойствие. Шоколад, как известно, представьте себе, что следует описание его производства. На обертке нашего товара изображена дама в лиловом с веером. Мы предлагали иностранной фирме, скатывавшейся в банкротство, перейти на наше производство для обслуживания Чехии. Потому-то я и оказался в Праге. Утром 9 мая я из гостиницы в таксомоторе отправился... Все это скучно докладывать. Убийственно скучно. Мне хочется поскорее добраться до главного, но ведь полагается же кое-что предварительно объяснить. Словом, контора фирмы была на окраине города. И я не застал, кого хотел. Сказали, что он будет через час. Наверное. Нахожу нужным сообщить читателю, что только что был длинный перерыв. Успело зайти солнце, опаляя по пути палевые облака над горой, похожие на фузияму. Я просидел в каком-то тягостном изнеможении, то прислушиваясь к шуму и ухонью ветра, то рисуя носы на полях, то впадая в полудремоту и вдруг содрогаясь. И снова росло ощущение внутреннего зуда, нестерпимой щекотки и такое безволие, такая пустота. Мне стоило большого усилия зажечь лампу и вставить новое перо. Старая расщепилась, согнулась и теперь смахивала на клюв хищной птицы. Нет, это не муки творчества, это совсем другое. Значит, не застал. И сказали, что через час. От нечего делать, я пошел погулять. Был продувной день, голубой, в яблоках. Ветер, дальний родственник здешнего, летал по узким улицам. Облака то и дело сметали солнце, и оно показывалось опять, как монета фокусника. В сквере, где катались инвалиды в колясочках, бушевала сирень. Я глядел на вывески, находил слово, таившее понятный корень, но обросшее непонятным смыслом. Пошел наугад, размахивая руками в новых желтых перчатках, и вдруг дома кончились. Распахнулся простор, показавшийся мне вольным, деревенским, весьма заманчивым. Миновав казарму, перед которой солдат вываживал белую лошадь, я зашагал уже по мягкой, липкой земле. Дрожали на ветру одуванчики, млел на санцепёке у забора дырявый сапожок. Впереди великолепный, крутой холм поднимался стеной в небо. Решил на него взобраться. Великолепие его оказалось обманом. Среди низкорослых буков и бузины ввелась вверх зигзагами ступенчатая тропинка. Казалось, вот-вот сейчас дойду до какой-то чудной глухой красоты, но её всё не было. Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовлетворяла. Пусты росли прямо на голой земле, и всё было загажено. Бумажонки, тряпки, отбросы. Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, некуда было свернуть. Из земляных стен по бокам, как пружины из ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого мха. Когда я, наконец, дошёл доверху, там оказались кривые домики, да на верёвке надувались мнимой жизнью подштанники. Облокотясь на узловатые перилы, я увидел внизу подёрнутую лёгкой поволокой прагу. Мреющие крыши, дымящие трубы, двор казармы, крохотную белую лошадь. Решил вернуться другим путём и стал спускаться по шоссейной дороге, которую нашёл за домишками. Единственной красотой ландшафта был вдали на пригорке, окружённой голубизной неба, круглый, румяный газоём, похожий на исполинский футбольный мяч. Я покинул шоссе и пошёл опять вверх по редкому бобрику травы. Унылые, бесплодные места. Грохот грузовика на покинутой мною дороге навстречу грузовику телега, потом велосипедист, потом в гнусную радугу окрашенный автомобиль фабрики лаков. Некоторое время я глядел со ската на шоссе. Повернулся, пошёл дальше. Нашёл что-то вроде тропинки между двух лысых горбов и поискал глазами, где бы присесть отдохнуть. Поодаль, около терновых кустов, лежал навзничь, раскинув ноги, с картузом на лице человек. Я прошёл было мимо, но что-то в его позе странно привлекло моё внимание. Это подчёркнутая неподвижность, мёртво раздвинутые колени, деревянность полусогнутой руки. Он был в обшарканных плисовых штанах и тёмном пиджачке. «Глупости», — сказал я себе. «Он спит. Он просто спит. Чего буду соваться, разглядывать?» И всё же я подошёл и носком моего изящного ботинка брезгливо скинул с его лица картуз. «Оркестр, играй тушь!» Или лучше дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке. Невероятная минута! Я усомнился в действительности происходящего, в здравости моего рассудка. Мне сделалось почти дурно. Честное слово, я сел рядом, дрожали ноги. Будь на моём месте другой, увидеть он, что увидел я, его бы, может быть, прежде всего охватил гомерический смех. Меня же ошеломила таинственность увиденного. Я глядел, и всё во мне как-то срывалось, летало с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством. Беспричинностью и бесцельностью. Тут, раз я уже добрался до сути и утолил зуд, не лишнее, пожалуй, слогу своему приказать. Вольно. Потихоньку повернуть вспять и установить, какое же настроение было у меня в то утро. О чём я размышлял, когда, не застав контрагента, пошёл погулять. Полз на холм, глядел вдаль на облый румянец газоёма среди ветреной синевы майского дня. Вернёмся, установим. Вот без цели ещё я блуждаю. Я ещё никого не нашёл. О чём я в самом деле думал? То-то и оно, что ни о чём. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания. Дымка каких-то мыслей. О моём деле, о недавно приобретённом автомобиле, о различных свойствах тех мест, которыми я шёл. Дымка этих мыслей витала вне меня, а если что и звучало в просторной моей пустоте, то лишь невероятное ощущение какой-то силы, влекущей меня. Один умный латыш, которого я ознавал в девятнадцатом году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, признак того, что я кончу в сумасшедшем доме. Конечно, он преувеличивал. Я за этот год хорошо испытал необыкновенную ясность и стройность того логического зодчества, которому предавался мой сильно развитый, но вполне нормальный разум. Интуитивные игры, творчество, вдохновение, все то возвышенное, что украшало мою жизнь, может, допустим, показаться профану, пускай умному профану, предисловием к невинному помешательству. Но успокойтесь, я совершенно здоров. Тело мое чисто как снаружи, так и внутри. Поступь легка, я не пью, курю в меру, не развратничаю. Здоровый, прекрасно одетый, очень моложавый, я блуждал по только что описанным местам, и тайное вдохновение меня не обмануло. Я нашел то, чего бессознательно искал. Повторяю, невероятная минута. Я смотрел на чудо, и чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью, бесцельностью, но, быть может, уже тогда, в ту минуту, рассудок мой начал пытать совершенство, добиваться причины, разгадывать цель. Он сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу. Чудо слегка замутилось, но не ушло. Затем он открыл глаза, покосился на меня, приподнялся и начал, зевая и все недозевывая, скрести обеими руками в жирных, русых волосах. Это был человек моего возраста, долговязый, грязный, дня три не брившийся. Между нижним краем воротничка, мягкого, с двумя петельками спереди для несуществующей булавки, и верхним краем рубашки разовела полоска кожи. Тощий конец вязанного галстука свесился на бок, и на груди не было ни одной пуговицы. В петлице пиджака увидал пучок бледных фиалок. Одна выбилась и висела головкой вниз. Подли лежал грушевидный заплечный мешок с ремнями, подлеченными веревкой. Я рассматривал бродягу с неизъяснимым удивлением, словно это он так нарядился нарочно, ради простоватого маскарада. «Папироса найдется?» спросил он по-чешски. Неожиданно низким, даже солидным голосом. И сделал двумя расставленными пальцами жест курения. Я протянул ему мою большую кожаную папиросницу, ни на мгновение не спуская с него глаз. Он пододвинулся, опершись ладонью озимь. Тем временем я осмотрел его ухо и впалый висок. «Немецкие», сказал он и улыбнулся, показав десны. Это меня разочаровало. Но, к счастью, улыбка тотчас исчезла. Мне теперь не хотелось расставаться с чудом. «Вы немец?» спросил он по-немецки, вертя, уплотняя папиросу. Я ответил утвердительно и щелкнул перед его носом зажигалкой. Он жадно сложил ладони куполом над метущимся маленьким пламенем. Ногти черно-синие, квадратные. «Я тоже немец», сказал он, выпустив дым. «То есть мой отец был немец, а мать из Пильзена, чешка». Я все ждал от него взрыва удивления, может быть, гомерического смеха, но он оставался невозмутим. Уже тогда я понял, какой это оболтус. «Да, я выспался», сказал он самому себе с глупым удовлетворением и смачно сплюнул. Я спросил, «Вы что, без работы?» Скорбно закивал и опять сплюнул. Всегда удивляюсь тому, сколько слюны у простого народа. «Я могу больше пройти, чем мои сапоги», сказал он, глядя на свои ноги. Обувь у него была действительно неважная. Медленно перевалившись на живот и глядя вдаль на газоем, на жаворонка, поднявшего со смежи, он мечтательно проговорил. В прошлом году у меня была хорошая работа в Саксонии, неподалеку от границы. Садовничал, что может быть лучше. Потом работал в кондитерской. Мы каждый день с товарищем после работы переходили границу, чтобы выпить по кружке пиво. Девять верст туда и столько же обратно. Оно в Чехии дешевле. А одно время я играл на скрипке, и у меня была белая мышь. Теперь поглядим со стороны. Но так, мимоходом, не всматриваясь в лица, не всматриваясь, господа, а то слишком удивитесь. А, впрочем, все равно. После всего случившегося, я знаю, увы, как плохо и пристрастно людское зрение. Итак, двое рядом на чахлой траве. Прекрасно одетый господин, хлопающий себя с желтой перчаткой по колену и рассеянный бродяга, лежащий ничком и жалующийся на жизнь. Жесткий трепет терновых кустов, бегущие облака, майский день, вздрагивающий от ветра, как вздрагивает лошадиная кожа, дальний грохот грузовика со стороны шоссе, голосок жаворонка в небе. Бродяга говорил с перерывами, изредка сплевывая, то да сё, то да сё. Меланхолично вздыхал, лёжа ничком отгибал икры к заду и опять вытягивал ноги. «Послушайте», не вытерпел я, «неужели вы ничего не замечаете?» Перевернулся, сел. «В чём дело?» спросил он, и на его лице появилось выражение хмурой подозрительности. «Я сказал, ты, значит, слеп». Секунд десять мы смотрели друг другу в глаза. Я медленно поднял правую руку, но его шуйца не поднялась, а я почти ожидал этого. Я прищурил левый глаз, но оба его глаза остались открытыми. Я показал ему язык. Он пробормотал опять. «В чём дело?» «В чём дело?» Было у меня зеркальце в кармане. Я его дал ему. Ещё только беря его, он всей пятернёй мазнул себя по лицу, взглянул на ладонь, но ни крови, ни грязи не было. Посмотрелся в блестящее стекло, пожал плечами и отдал. «Мы же с тобой, болван!» крикнул я. «Мы же с тобой, ну разве, болван, не видишь? Ну посмотри на меня хорошенько!» Я привлёк его голову к моей, висок к виску, в зеркальце запрыгали и поплыли наши глаза. Он снисходительно сказал, «Богатый на бедняка не похож, но вам виднее. Вот помню, на ярмарке двух близнецов, это было в августе двадцать шестого года или в сентябре, нет, кажется, в августе, так там действительно их нельзя было отличить друг от друга. Предлагали сто марок тому, кто найдёт примету». «Хорошо», говорит рыжий фриц, «и бац одному из близнецов в ухо!» «Смотрите», говорит, «у этого уха красное, а у того нет. Давайте сюда ваши сто марок». Как мы смеялись! «Богатый на бедняке»